Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Лоб в лоб в Адлерском тоннеле столкнулись рейсовый автобус и Мерседес. Не рассчитал или недооценил горную реку. Прогулка на джипе закончилась для туристов незапланированными впечатлениями. В Сочи в этом году появится 20 новых парков и скверов. Строить их будут в разных районах и по разным программам. Названы города, жители которых быстрее всего закроют ипотеку на новостройку. Сочи не в лидерах рейтинга. Как улучшить инвестиционный климат в крае сегодня обсуждали в Краснодаре. Глава Кубани провел отдельное совещание, посвященное этой теме. На встречу были приглашены все те, от кого напрямую зависит, насколько комфортно сегодня бизнесу в регионе не только руководители органов власти, но и представители ресурсоснабжающих организаций, налоговых, правоохранительных и судебных ведомств, а также бизнес-сообщества. Почти 40% предпринимателей жалуются на невозможность подключения к энергоснабжающим сетям. Вениамин Кондратьев отметил, что каждый из присутствующих на совещании должен быть заинтересован в привлечении бизнеса в край. Ведь без инвестиций нет будущего. Это все рукотворно. Пусть не нами, но нашими подчиненными, нашими коллегами. Уровня района, либо уровня поселения. Потому что сегодня все равно мы все задействованы в огромном маховике под названием «Амминиционный климат». Чтобы мы его раскачали так, чтобы желающих отбоя не было. Еще раз, чтобы все понимали, что потеря потенциальных инвесторов – это потеря рабочих мест и потеря налогов. Дополнительных налогов, которые нужны сегодня для развития нашего региона. Нужны. Поэтому мы не можем себе позволить терять инвесторов, потенциальных инвесторов. Не можем себе это позволить. Потому что для нас очень дорого каждое рабочее место. Сегодня нужно делать все, чтобы инвесторы хотели открывать свои предприятия на территории края, а не строить препятствия для бизнеса на каждом шагу, уверен губернатор. Реконструкция водопровода, ремонт дороги и благоустройство парка. С такими вопросами жители Краснодарского края пришли в приемную президента России. От имени главы государства с людьми общался губернатор региона. Вениамин Кондратьев выслушал все обращения. Какие решения теперь будут приняты на местах, знают наши краснодарские коллеги. Лунные кратеры, воронки от снарядов. Как только местные не описывают дорогу в Хутормолькин под горячим ключом. Безжалостным этот участок больше пяти лет остается к любому виду транспорта. От легковушек до грузовиков. Даже военные вездеходы чувствуют себя здесь неуютно. Разбитая дорога тянется на протяжении километра вдоль федеральной трассы М4 Дон и ведет к небольшому хутору Молькин. Живут там чуть больше трехсот человек. И это единственный путь, по которому можно добраться. Отвечают за состояние участка власти горячего ключа. От лица всех хуторян в приемную президента России рассказать о проблеме приехал Александр Тимченко. Обращение мужчины по поручению главы государства внимательно выслушал губернатор региона. В ужасном состоянии дорога социального значения, маршрутки, детей в садик возить, в школу, проезды. Все подъездом совсем плохой. Явно разбита дорога. Вопросы, озвученные на приемах граждан, в долгий ящик не откладывают. И если люди сюда пришли с проблемой, ее не снимут с контроля, пока она не решится. В случае с дорогой в хуторе Молькин сразу стала известна и дата ремонта. На решение нужны деньги. Там, где жильцов больше, уж по-честному, туда деньги в первую очередь и направляются. А там, где чуть поменьше, уже по принципу, чуть попозже, чуть попозже, чуть попозже. А порой чуть попозже растягивается так долго, что от дороги остается одно направление. Чем дольше ремонтируем, тем дороже потом все это обходится. И уже совсем другие деньги. Совсем другие деньги. Вот скупой платит дважды. Мы должны это понимать. Я понимаю, ни в коем случае не должны быть и не скупыми, но и не расточителями, хозяевами. Запроектировали в этом году, значит, уже провели электронные торги. Буквально планируем уже 22-го, то есть сегодня, заключать договор. Там получается 9 миллионов 713 тысяч рублей. И я думаю, там контракт до конца года, но до 1 ноября эту дорогу восстановим полностью. Со своими вопросами и предложениями сегодня на прием граждан приехали 5 человек. Пока первые уже общаются с губернатором, остальные ждут в специальной комнате. Видно, что переживают. Правда, нервничать больше стоит все-таки чиновникам. Ответ с них Вениамин Кондратьев может потребовать прямо во время диалога с заявителем. Например, как при общении с Иваном Еременко. Мужчина рассказал губернатору, как в станице передовой у части жителей до сих пор нет газа. И это при том, что к улицам даже построили распределительный газопровод. Люди правы в чем, что если газ рядом есть, а в дом не заходит. Но это не просто обидно, знаете, это даже оскорбительно для них. Вот все-таки ваше здесь видение, решение – это вопрос. Второй кооператив, который уходит, Иван Александрович, там получается такая картина. 117 дворов и где-то порядка 97, которые члены кооператива. Само поселение из-за недостатка денег расписало его и на 18, и на 19 год. Дальше пусконаладочные работы и сдача документов. А вы мне скажите, когда у них газ-то? Я думаю, где-то июль-июнь. 20-го года, да, 100% газ будет. Ну, Иван Александрович, ответ услышали? То есть я еще раз, знаете, всегда даю тем прикид главам, которые в курсе проблемы и не просто докладывают о проблеме, а докладывают о ее решении. Потому что если он докладывает о решении, значит он на самом деле погружен в проблему. Погружен, исходя из того, что на самом деле чувствует людей, которые хотят эту проблему решить. Я думаю, что пусть возьмем срок до 1 сентября, на всякий случай у нас же все бывает. До 1 сентября, как раз к зимнему отобительному сезону 2020 года, вы будете точно с газом. Жилищно-коммунальное хозяйство – самая частая тема, о которой люди говорят на приемах граждан. Средний износ сетей по всему краю достигает 70%. По поручению губернатора на Кубани ежегодно меняют 5% старых водопроводных труб. В хуторе Ленина Тимошевского района люди ждут, не дождутся, когда вода у них в кранах станет течь без перебоев. Проблеме почти 10 лет. Старые трубы не выдерживают. Из-за постоянных порывов жителям отключают воду. Мы мечтаем, чтобы хотя бы мы были с водой, потому что невозможно. Маленькие дети ничего не сделать, не помыться, не приготовить. Элементарно стирку никак не сделать. Хуторянин Александр Коденец только успел выйти после встречи с губернатором, где рассказал о ситуации. А его земляки уже знают, что в этом году им заменят 7,5 километров сетей. Нам выделили деньги и будут строить новый водопровод. Уже к концу года нам должны его сделать. Положительного ответа дождались и жители станицы Марьинской Красноармейского района. Татьяна Тимошенко приехала попросить помощь в создании нового парка. Вроде бы как красивые дома, а вот красивого места для отдыха нет. Хотелось бы, чтобы там была парковая зона, какие-то площадки детские. Озвученная проблема касается не только одной станицы. Похожие ситуации встречаются по всему краю. Венимин Кондратьев напомнил о строительном подходе, который должен быть в регионе. Руще сразу обозначить приоритеты любому застройщику. Да, ты заходишь, сам не можешь построить, оставь территорию, где муниципалитет построит, школу, детский сад, парк, сквер, спортивную площадку. Оставь эту территорию. Тогда уже за счет бюджета муниципального краевого мы это построим. Но просто вот так вот тему раз и отодвинуть. Нет, она от этого не исчезнет. Она все равно всплывет. А потом наступит период ее решения. Вот сейчас он наступает. Люди заселились. А теперь они говорят, слушайте, уважаемая власть, вспомните о том, что детям нужно где-то гулять, что тем, кто постарше, нужна спортивная площадка, нужен воркаут, да нужно просто место, где мы хотим встречаться, ходить, просто зеленые зоны должны быть. А что ж мы не предусмотрели это, когда... Предусмотрели. Тогда где они? Значит, Венеич, генпланом, где мы на микрорайоне серым предусмотрены, было место под сквер. Оно на сегодняшний день существует. Я на самом деле готов приехать, посмотреть, насколько сегодня мы строим комфортное жилье. Вот не просто качественное, а то жилье, в котором жизнь может поселиться. Потому что безликое, красивое, пусть красивое, но холодное и безликое, такое жилье на Кубани не нужно. 100%. Я убежден об этом. И при том школы, детские сады, парковки, спортивные площадки, поликлиники, они должны строиться не потом, а параллельно. Все озвученные сегодня на приеме граждан вопросы нашли положительные решения. Поручения по каждому обращению занесли в официальный протокол. И теперь контрольное управление будет следить за их выполнением. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар. В Сочи лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус и Мерседес. ДТП случилось сегодня днем в тоннеле на трассе Адлер-Красная Поляна. По словам очевидцев, автобус номер 105 выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. На место прибыли сотрудники ДПС и пожарные. Сведений о пострадавших пока нет. Сильное задымление возникло сегодня в другом автомобильном тоннеле в Сочи. Днем в соцсетях начали появляться сообщения о задымлении в Мамайском тоннеле. Водители жаловались на плохую видимость и сильный запах выхлопных газов. Пользователи соцсетей предположили, что в тоннеле не работает вентиляция. В свою очередь, федеральные дорожники сообщили, что никаких возгораний и замыканий в тоннеле сегодня не зафиксировано. Единственная возможная, на их взгляд, версия – впереди прошел большегруз с неисправной выхлопной системой или заклиненным колесом. Отсюда неприятный запах и дым. Не рассчитал или недооценил горную реку. Прогулка на джипе в Лазаревском районе закончилась для туристов незапланированными впечатлениями, а для водителя обернулась потеря автомобиля. Владелец внедорожника УАЗ предложил группе из восьми туристов переправиться через реку Шахе. Среди пассажиров был и один ребенок. На середине пути внедорожник начало заливать водой и нести по течению. Туристы сумели выбраться из машины, но, как сообщили очевидцы, течение унесло их личные вещи. Сумел ли вытащить из реки свою машину водитель – неизвестно. В России собираются уменьшить размеры парковочных мест для машин. Такая инициатива поможет создать парковки на узких дорогах, а также увеличит число платных мест, что принесет дополнительный доход в бюджеты городов. Об этом сайту «Известия» рассказал руководитель проектно-технического комитета при Росстандарте Александр Шумский. Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на полметра в ширину и на 30 сантиметров в длину. По мнению экспертов, такие меры не решат нехватку парковочных мест у социальных объектов. Однако «Стандарт» планируют утвердить уже в ноябре. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания «Соут» приглашает на ювелирную выставку номер один «Интерювелир». Море золота и драгоценных камней по ценам производителей. Ежедневный розыгрыш ювелирных изделий и билетов на шоу. С 24 по 28 июля. Гранд-отель «Жемчужина». В Сочи в этом году появится 20 новых парков и скверов. Цифры сегодня озвучили на планерном совещании при главе города. Строить новые зоны отдыха будут в разных районах и по разным программам. Что еще обсуждали на совещании у мэра, расскажем в нашем сюжете. Начали планерку с новых назначений. Должность начальника отдела по делам несовершеннолетних в Сочинской мэрии заняла Наталья Вишневая. На работу она попала из кадрового резерва городской администрации. Анатолий Пахомов перед новым руководителем отдела поставил задачу работать на уменьшение статистики по трудным подросткам. Сейчас таких на учете порядка 300. Есть детки, 300 человек. И надо найти у каждого из этих 300 деток, которые склонны к совершению каких-то неправомерных действий. Надо найти у них увлечение. Поэтому каждый индивидуальный анализ по каждому этому ребенку. 20 новых парков и скверов – таковы планы по благоустройству Сочи на этот год. Четыре зоны отдыха обустраивают в городе в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Один из таких проектов – это продолжение начатой в прошлом году реконструкции набережной на Мацесте с последующим ее соединением с тропой здоровья. По остальным трем мини-паркам в августе будет разыгран конкурс. Еще 16 скверов по четыре в каждом районе благоустроят сочинские бизнесмены за свои средства. Это скверы, благоустроенные территории, которые оформляются и подсветкой, и озеленением. Располагаются также лавочки, урны вблизи, что, наверное, будет заметно не только горожанам, но и гостям города Сочи. Сочинцы сами выбирали, какие территории благоустроить. Это и новые скверы, и реконструкция существующих мест отдыха. Теперь задача районов – подготовить проекты. Срок реализации – конец октября. Ну а проблема, решение которой не терпит отлагательств – это мусор. В Лазаревском жители жалуются на заваленные крупногабаритом контейнеры. При этом туда они его выносят сами, но никак не оплачивая, хотя делать это они обязаны. Претензии же САХА – дефицит кадров и машин. Мне это не нравится. У вас есть специалисты, которые обязаны следить за технодзором и следить за состоянием контейнерных площадок. Прежде всего водители, да, укомплектованность должна быть. Может быть, даже взять на летнее время тех, которые сегодня на заслуженном отдыхе, но могут поработать. И эту работу надо сделать. И мы выделяем дополнительные деньги. И естественно, что вопрос только неисполнительской дисциплины. И за это будем наказывать. Ну а решением проблемы со строительным мусором может стать снижение тарифа на его вывоз, посоветовал глава города руководству САХА. А поручение управлению молодежной политики подобрать совместно с полицией площадку для стритрейсеров, которые сейчас выбирают для дрифта, например, площадью Зимнего театра, что недопустимо, считает мэр. В Москве, например, заходишь, следовая площадка, народу много, их видно, они там гоняют. Ну и больше нигде зато не гоняют. А у нас они везде гоняют. Чтобы беды не было, нам надо возглавить эту работу. Еще одно поручение от главы города – провести ревизию всех 66 домов культуры. Как минимум шесть из них могут рассчитывать на участие в нацпроекте «Культура». Если заявки пройдут, то эти ДК будут отремонтированы за федеральные деньги уже в следующем году. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Краснодарском крае молодым семьям выплатят 180 миллионов рублей жилищных субсидий. Благодаря этому более 400 молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия. В регионе завершился отбор городов и районов, которые получат выплаты для дальнейшего распределения. В список вошли 55 территорий. В следующем году запланировано выделить из местных бюджетов порядка 180 миллионов рублей на предоставление молодым семьям социальных выплат для приобретения или строительства жилья. Дополнительно субсидии будут выделены из федерального и краевого бюджетов. В этом году такая работа тоже проводится. Решили свои жилищные вопросы благодаря господдержке 406 молодых семей, которые в общей сумме получили из бюджетов трех уровней 336 миллионов рублей. Названы города, жители которых быстрее всего закроют ипотеку на новостройку. Подсчетами занялся популярный портал по продаже и аренде недвижимости. За основу была взята следующая ситуация. В семье работают два человека. Доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе. На оплату ипотеки отводится доход одного из супругов. На первоначальный взнос семья копила в течение двух лет. В исследовании учитывались данные о средней стоимости 38 квадратных метров в новостройках. Процентная ставка – 10,6%. Так вот, быстрее всего ипотеку выплатят от жителей Нижневартовска. Кредит за квартиру такой площади здесь можно погасить за пять месяцев. На втором месте рейтинга – Тюмень, на третьем – Магнитогорск. При заданных условиях максимальный срок ипотеки оказался в Сочи – 29 лет и 4 месяца. При стоимости квартиры в 4,5 миллиона рублей переплата составит более 8 миллионов. Быстро рассчитаться с жилищным кредитом не получится и у жителей Крыма. С большим отрывом от Сочи, но все же в конце рейтинга оказались Симферополь и Севастополь. Грамота от главы города и персональное приглашение на концерт от короля российской эстрады. Такой подарок получили руководители трех сочинских гостиниц. Эти отели вошли в топ-100 российских здравниц. Анатолий Пахомов поблагодарил руководителей санаториев и отелей за нестандартный подход к работе, за инновации. Сегодня необходимо постоянно предлагать туристу новые продукты. Как результат, курортные учреждения работают круглогодично. Спасибо большое. Молодчина, потому что мы, наоборот, всем теперь ставим пример, что смотрите, что смог сделать с двухзвездочного отеля, который, на наш взгляд, особых перспектив не имел. Тем не менее, сам сделал так, что стал круглогодичным, имея программу. Да, создавайте программу. Победителей престижной номинации топ-100 российских здравниц определяла Ассоциация оздоровительного туризма. В основу легли данные, которые здравницы предоставляют в налоговую инспекцию. Таким образом, был составлен рейтинг наиболее эффективных в экономическом плане санаторно-курортных учреждений. И мне очень приятно, что не первый год, где наши здравницы, наши здравницы города Сочи занимают ведущие позиции. Но по итогам 2018 года мы собрали, наверное, самые основные награды. Санаторий знания был признан лучшим санаторием в стране по такому параметру, как эффективность бизнеса. Мы довели до такого хорошего уровня качества наших услуг, что наши гости довольны, клиенты довольны. Мы открыли недавно клинику эстетической медицины. Наш фитнес-клуб стал лучшим региональным фитнес-клубом в совокупности с пляжным отдыхом. Это дает очень хороший результат. К нам едут люди. Мы действительно сумели сохранить медицинский профиль в своем отеле, потому что это была клиника для спортсменов. В 2015 году мы его перестраивали, оставили медицину, сделали на этом базе четырехзвездочный отель современный и современный медицинский центр. Поэтому на данный момент мы в себе сконцентрировали все возможности Сочи. В эти дни в Сочи с гастролями находится король российской эстрады. Филипп Киркоров присутствовал на награждении и лично пригласил победителей на свой концерт. Завтра будет концерт в Дом Кубе. Я, в пользу случая, приглашаю вас. Полмиллиона жителей Краснодарского края уже прошли диспансеризацию. Это данные с начала года. Такая цифра – это более 53% от общего числа тех, кто в этом году должен пройти профилактическое обследование. Цель диспансеризации – раннее выявление заболевания еще в тот момент, когда совсем ничего не беспокоит. Для пациентов она бесплатна. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Людям в возрасте от 18 до 39 лет – один раз в три года, а от 40 лет и старше – ежегодно. Программы обследования различаются в зависимости от возраста и пола и включают два этапа. Для удобства жителей диспансеризация проводится и в субботу. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А еще в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда «Ведущий» предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok